Продолжаем выпуск. Строительство моста через реку Чиган вновь вызвало земельный спор. Мост должен связать микрорайон Ахжаих с центральными улицами города. Вот уже несколько лет этот проект вызывает жаркие споры между горожанами, экологами и местными властями. Мнения сторон на общественных слушаниях разделились. Одни проголосовали за мост им необходим, потому что каждое утро добираться до центра города проблематично. Другие высказались против, и для возведения объекта придется вырубить лесной фонд вдоль западного побережья реки. В Уральске функционируют два моста, соединяющих центр города и поселок Зачиганск. Однако областной центр быстро развивается, особенно западное побережье реки Чиган. Поэтому пробки и аварии на дорогах стали новой реальностью города. Каждый день у нас пробки на улице Жангирхана. Если построят новый микрорайон Ахжаик, увеличится количество местных жителей. Соответственно, и количество автомобилей. Пробок будет больше. Поэтому я считаю, что строительство моста необходимо. Экологи, в свою очередь, уверены, что выделенный на строительство моста участок лесного фонда намного превышает соответствующую норму. Есть учреждения под названием Лесхоз, лесоохранное хозяйство. Мы недовольны их действиями. По нашим расчетам, для строительства моста достаточно и 30-40 гектаров. А они намерены выделить целых 120 гектаров. Вместо того, чтобы сохранить лесной фонд, они его уничтожают. Ранее местные власти уже раздали все земли и карьеры вокруг рек Чаган и Урал. На сегодня в поселке Зачиганск проживает более 70 тысяч человек. Согласно генеральному плану города, разработан проект детальной планировки микрорайона Ахжаик. Площадью свыше 320 гектаров. Там намерены построить более 900 тысяч квадратных метров жилья. При вводе в строй этих площадей численность населения областного центра увеличится как минимум на 50 тысяч. По словам местных властей, земельный участок из лесного фонда необходим для строительства соцобъектов и инфраструктуры. Согласно проекту детальной планировки, там построят социальные объекты, жилые дома, а также школы и детские сады. Со стороны Акимата сделаны все необходимые работы. Протокол отправлен в Экопортал. Дальнейшие действия компетенции управления природных ресурсов. По данным профильного ведомства, заявка от Акимата поступила еще 4 года назад. В случае внесения изменений в генеральный план города в соответствии с законом, земельный участок из лесного фонда должен быть выделен, отметили специалисты. Согласно пункта 5 статьи 51 лесного кодекса Республики Казахстан, в случае увеличения территории города, земли из государственного лесного фонда переводятся в другие категории. Из этих 122 гектаров 92 гектара покрыты лесом. Там нет ценных пород деревьев. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в министерстве. С нашей стороны все документы отправлены. Впрочем, если вопрос решат положительно, то местный Акимат должен выплатить государству 20 миллионов тенге в качестве компенсации и обязан в течение 6 месяцев высадить саженцы для компенсации вырубленных деревьев. У экологов своя правда. По их мнению, правобережье Чагана всегда было зеленой зоной, защищающей город от воздействия полигона твердобытовых отходов. Поэтому вырубка деревьев нанесет огромный ущерб природе. Они надеются, что министерство примет правильное решение. Альбина Кумаргалеева, Булат Жерлгасов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар-24.